Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием. Она может выйти за нынешние рамки арабо-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Палестино-израильский конфликт, судя по сообщениям информагентств, только набирает обороты. В армии обороны Израиля ЦАХАЛ заявили, что наносят ответные удары артиллерийскими и минометными снарядами в направлении источника обстрела в Сирии. Ранее сообщалось, что Израиль полностью контролирует южную границу сектором газа. Опубликованы данные о понесенных потерях со стороны Палестины за 4 дня. Погибших почти тысяча человек. Пострадали в 5 раз больше. Были вынуждены покинуть свои дома почти полмиллиона человек. Тысяча домов уничтожено. В Израиле также погибли свыше тысячи человек. Ранены около трех тысяч. По данным посольства России в Израиле, среди погибших есть люди с российским гражданством. Их число уточняется. Сегодня утром стало известно, что советский физик-теоретик Сергей Гридескул и его жена погибли в результате атаки палестинского движения «Хамас» на город Афаким в Израиле. Наблюдатели отмечают, что с обеих сторон проявляется невероятная жестокость. В социальных сетях публикуются свидетельства расправ над мирными жителями как Палестины, так и Израиля. В секторе газа все признаки гуманитарной катастрофы, запасы медикаментов заканчиваются. Об этом заявил гендиректор Минздрава в Анклаве. Цитирую. «Сегодня мы потребляем за один день то, что обычно потребляем за месяц». Конец цитаты. Как известно, власти Израиля перекрыли доступ сектора газа к воде, электричеству и продовольствию. А в Тель-Авиве жители закупают воду и продукты после рекомендации властей запастись припасами на 72 часа. Напомню, 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя Хамас. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе газа. В ответ министр обороны Израиля Юав Галлан заявил о развязанной боевиками Палестиной войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Президент России Владимир Путин накануне высказался о войне в Израиле. Он назвал происходящее итогом провала политики США. К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование. Но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон. А наоборот, выделяя свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны. Именно на обе. То на одну, то на другую. Но каждый раз, без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решений Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства. В нашей студии заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Здравствуйте, Константин Осипович. Здравствуйте. Москва последовательно и очень осторожно выстраивала отношения как с Израилем, так и с Палестиной. Скажите, по вашему мнению, какую роль сейчас Россия может сыграть в урегулировании этого конфликта, учитывая то, что сейчас мы и сами проводим свою специальную военную операцию? Вы совершенно справедливо заметили, что такое последовательно, очень аккуратное выстраивание отношений с обеими сторонами конфликта – это отличительная черта современной российской дипломатии. В этом ее отличие от советского периода. Давайте вспомним, что с Израилем у нас отношения на тот момент были максимально плохие, вплоть до отсутствия дипломатических отношений, а арабский мир мы последовательно поддерживали, считая, что тем самым мы его перетягиваем, что называется, на свою сторону, в сторону мировой социалистической системы, которую строил Советский Союз. Времена совершенно точно другие. Мы восстановили отношения с Израилем, более того, они развиваются совершенно нормально. У нас в двухстороннем плане практически нет никаких нерешенных вопросов, но при этом мы не утратили свои позиции в арабском мире и по-прежнему пользуемся там доверием, не только с учетом советского прошлого, но и с учетом того, что Россия реально стремится к тому, чтобы выступать в качестве, я называю это честного брокера, то есть стороны, которая не пытается конфликт использовать в своих собственных интересах. И вот этим, с моей точки зрения, мы качественно отличаемся от многих других центров силы, которые так или иначе пытаются в ближневосточном конфликте реализовать свои собственные интересы. И Запад по геополитическим соображениям, очевидно, поддерживает Израиль, во всяком случае до тех пор, пока Израиль не переступает какие-то красные линии и не нарушает, скажем так, напрямую права людей, то есть не вторгается в гуманитарную сферу. Если он вторгается в гуманитарную сферу, а сейчас это очевидно происходит, у Запада начинается раздвоение сознания и этим, и тем, но я думаю, что доверия к Западу с арабской стороны этого конфликта значительно меньше. чем с израильской. И мы также знаем, что есть большое число стран из группы, так называемого, глобального юга, которые, напротив, склонны поддерживать арабский мир и по религиозным соображениям, по соображениям ценностным, если хотите. Таких стран более чем достаточно. Так вот, у России здесь совершенно особая позиция, потому что мы в равной степени пользуемся доверием и с той, и с другой стороны, и я бы затруднился, просто затруднился бы назвать другой центр силы в современном мире, который был бы вот на столь сбалансированных позициях, как Россия. Причем это не позиция, вы знаете, ухода от того, чтобы конкретизировать свой подход, так сказать, и вашим, и нашим всем сестрам по серьгам ни в коем случае. Мы проводим на Ближнем Востоке очень активную политику в плане содействия, примирения сторон. Ну и, наверное, это основное, в конечном итоге реализации тех решений, которые были приняты в Организации Объединенных Наций, в том числе в Совете Безопасности. А я подчеркну, что главная суть этих решений – это создание на территории бывшей Палестины двух независимых государств, не только израильского, но и палестинского. Первая часть этих решений реализована еще в конце 40-х, вторая не реализована до сих пор. И именно это является целью российской политики. Мы здесь не изобретаем, если хотите, никаких новых формул ближневосточного регулирования. Мы добиваемся реализации тех рекомендаций, тех решений, которые были приняты в рамках Организации Объединенных Наций. И вот в этом качестве мы все последние годы и даже десятилетия последовательно пытаемся объединить международное сообщество вокруг этих целей. Этому, в частности, была посвящена на протяжении многих лет, начиная с конца 80-х годов, так называемого Ближневосточного квартета с участием еще на последнем этапе Советского Союза, потом Российской Федерации. Хотел бы напомнить всем, что, к сожалению, Ближневосточный квартет не работает. Его функционирование заморожено, заморожено западниками, потому что там Россия. Вот они пытаются даже в этом формате, который совершенно про другое, который про то, чтобы сохранить мир на Ближнем Востоке, который про то, чтобы избежать человеческих жертв, потрясений. Вот всего того, что мы сейчас видим, эскалации напряженности. Вот они умудрились даже этот формат заморозить, пытаясь свести свои счеты с Россией по совершенно другой теме, по совершенно другой группе разногласий. Это, во-первых, вызывает глубочайшее сожаление, что этот формат не работает, но и, во-вторых, это, конечно же, возлагает ответственность за происходящее во многом на те внешние силы, которые не реализуют свой миротворческий потенциал, а это, конечно же, американцы и их западные союзники. Об этом надо говорить предельно откровенно. Главное, о чем сейчас, конечно, говорит весь мир, это необходимо предотвратить эскалацию конфликта, не допустить его разрастания. Сегодня в Омане встречаются министры иностранных дел стран ЕС и Персидского залива. Кто же, по-вашему, станет главным посредником все-таки в урегулировании ситуации? Ну, я думаю, что одного посредника в любом случае не будет. Здесь нужно собирать, что называется, большой мировой коллектив, и он должен основывать свои подходы на, с моей точки зрения, двух в равной степени важных тезисах. Первое – это неприятие террористических методов решения ближневосточной проблемы, а под террористическими методами можно ведь подразумевать не только то, что сейчас продемонстрировал Хамас, но и определенные действия Израиля, которые точно так же неизбирательным образом наносят военные удары по гражданскому населению. Ну и второе, разумеется, это обеспечение, ну, если хотите, учета интересов палестинского населения этой территории в том же объеме, в котором уже учтены интересы израильской стороны. Как этот конфликт решить? Ну, вот, ну, одному Богу известно, простите меня за это выражение, мы знаем историю, так сказать, главной святыни, или одной из главных святынь мусульманского мира, мечеть Алякса на Храмовой горе. А Храмовая гора – это место, где до того в истории располагалось три храма, являющиеся абсолютно священными для иудаизма, для евреев, и в иудаизме есть понимание того, что все несчастья еврейского народа будут продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлен четвертый храм, а восстановлен он быть не может, потому что там построена мечеть Алякса. То есть с этой точки зрения эта ситуация, ну, абсолютно не имеет никакого решения. Но оно должно быть найдено, оно должно быть найдено, оно должно быть найдено, ну, в пределах не только каких-то религиозных, жестких религиозных канонов, но и тех цивилизационных норм, в которых уже многие десятилетия и столетия существует человечество, обходя наиболее жесткие требования тех или иных религий, тех или иных конфессий. Я считаю, что это возможно и очень хорошо, если вокруг этой позиции будут объединяться представители разных религий, и мусульмане, и христиане, и иудеи, и все другие, кто хотели бы видеть, наконец-то, мир на Ближнем Востоке, потому что без содрогания, без вот глубочайших эмоций сочувствия тем людям, которые сейчас оказались в этой зоне конфликта, обойтись просто-напросто невозможно. В США могут направить второй авианосец в Израиль, об этом пишут американские газеты, со ссылкой на представителей Пентагона и президент Турции Эрдоган на эти сообщения задает вопрос. Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он туда идет? Как бы вы на эти вопросы ответили? У меня нет ответа на этот вопрос, Эрдоган здесь совершенно прав, и мы эти вопросы задаем, потому что авианосец это как бы попытка привнести силовую компоненту в решение Ближневосточного конфликта. А ее по определению быть не может, вот не может. Регион будет взрываться до тех пор, пока либо одна, либо другая сторона делают ставку на военную силу. И мы видим, что эту ставку делает Израиль с одной стороны и Палестина с другой. К сожалению, и вот до тех пор, пока они не поймут, что так или иначе придется договариваться, но я не знаю, устанавливать режим посещения храмовой горы, устанавливать режим, ну если хотите, совместного использования такого кондоминиума в отношении Иерусалима, который воспринимается и Палестиной, и Израилем в качестве своей, что называется, неотъемлемой столицы. Вот есть много решений, которые предстоит вырабатывать, и ни одно из них не может быть продавлено силой, будь то израильской, палестинской или американские. Авианосцы здесь лишь поднимают уровень взаимной напряженности, недоверия, они создают у Израиля ощущение, что он может военной силой, вот стерев с лица земли, сектор газа, о чем сейчас израильтяне откровенно говорят, а это все-таки от двух до трех миллионов человек, и далеко не все приверженцы радикальных идей, которыми сейчас руководствуется Хамас. Вот запускать эту ситуацию по такому пути, разрушительному совершенно, это значит просто ее в очередной раз сначала загнать куда-то, так сказать, под землю, да, вот, а потом получить обратно все последствия, как это произошло в последние дни глубочайшему нашему сожалению. Какова вероятность того, что в этот конфликт будет втянута третья сторона, и как, по-вашему, этого можно избежать? Вот не дай бог, если будет втянута третья сторона, будь то западная или восточная, северная или южная, мы можем, так сказать, довольно четко обозначать позиции третьих сторон, и есть страны, которые предельно четко выступают, либо с произраильских, либо с пропалестинских позиций, и я думаю, что у многих руки чешутся сейчас, так сказать, поддержать, и ту, и другую сторону, вот американцы это уже демонстрируют, с другой стороны мы знаем, существует Иран, существует ряд других стран, существует негосударственное объединение, та же самая Хизбалла, которая действует прежде всего с территории Ливана, и любое подключение вот этих третьих сил к тому, что сейчас происходит в зоне конфликта, будет только отодвигать на неопределенное будущее перспективы его политического, а значит, мирного урегулирования. Спасибо, Константин Осьфович. О ситуации на Ближнем Востоке мы говорили в прямом эфире с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова